Кто любит жизнь, живите! Сейчас последний день. Об этом сказано в Коране. Сейчас день, когда Бог дает вечность. И об этом говорит Библия. Признаки последнего времени налицо. Об этом много сказано. Не я одна об этом говорю. Чтобы жить, нужно радоваться. Хотя Иисуса распяли, но Он воскрес. Над Иисусом издевались, но Он посрамил. Своих врагов. И посрамил своих врагов терпением. Он воскрес и пообещал Духа Святого. На 50-й день после воскрешения Иисуса Христа, Бог дал Духа Святого. И люди начали пророчество. Сегодня этот день. Его в народе называют Троица. Но в Коране я прочитала, что говорят, не говори Троица. И у меня есть видео. Так и называется. Не говори Троица. Я постепенно пишу субтитры. Потому что работаю. А Бог побуждает много говорить. Особенно во время войны у нас в Украине. Надо молиться. И писать трансляции молитвы. Соответственно, я отстаю. Уже где-то на 133 видео у меня без субтитров. Но я должна говорить всем людям. Поэтому не удивляйтесь, что Бог наперёд знал, что будут проблемы. Потому что информация сложная. Меня не воспринимает. А жить как-то надо. Как бы от благовествия люди живут. А я живу о конце времён, говорю. Вот. Ну и как мне Господь вовремя всё даёт? Вовремя я считаю. Это самая длинная у меня трансляция. Не говорю Троица. Потому что я считаю самый длинный. Псалом 118. И вот сегодня я легла спать. Уже уставшая. Ночью писала субтитры. Стала утром продолжить. И у меня как раз вот этот стих, который очень важен. Откровение Твоё я принял. Как наследие навеки. Ибо они висели сердцем моего. Я преклонил сердце моё к исполнению уставов Твоих навек до конца. Вымыслы я человеческие ненавижу. А закон Твой люблю. То есть вот это вот имя Троица это и есть вымыслы человеческие. Зачем люди это сделали неизвестно. Люди любят фантазировать. Вчера меня в комментариях назвали фантазёркой. Назвали ещё как-то там. И я спросила человека, а вы кто? Вот. И она пишет. Я из тех, про кого говорится в пророчестве о Господе. Где будет труп, там соберутся орлы. Которым Господь лично ставит печать. Запечатляет, кто был на поле у трупа, трапа, на парусное судно, как человек духовный. И понеслось. В общем, она мне первый комментарий написала. Сказала, что я фантазёрка и ещё какое-то слово было. Мечтательница. Но вы в розовых очках, мечтательница и фантазёрка. Господи, о чём же я мечтаю? Это, наверное, всё-таки тролль. Потому что бред. А потом пишет, да. Ну, конечно, троллей у меня хватает. Теперь пользователь Лисан. Лисан пишет. Бог посмеётся над вашим бредом. Кто эта женщина? Вот это у меня видео. Бог посмеялся над вашим бредом. А ты кто такой? Лисан, Лисан. Ну, в общем, будем проповедовать дальше истину. Я хочу, чтобы честь воздали святому Богу. А я раз в неделю сейчас сделаю хребопреломнение и говорю, что я не фантазёрка, не мечтательница. И что Бог не смеётся с того, что я говорю. А Он говорит мне. И говорю я то, что Бог мне даёт сказать. Я делаю это в страхе Божьем. Я очищаю сердце своё. Я освящаюсь истиной Божьей. И пребываю в Писании постоянно. Такой завет с Богом. Живите. Живите. Проповедуйте тоже истину. Познавайте, чтобы Бог мог осветить нашу землю. Спасаем человечество Словом Божьим. Только Слово Божье может продлить жизнь человеку. Потому что Дух наш тоже нуждается в пище. А пища это Слово Божье, которое написано от века. И это совершенное Слово, которое нужно почитать. Бога не надо презирать. Покайте все, кто отвергает истину. И не спешите судить. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Будьте благословенны. Поки Senate истиной, ставьте положи это inde. Гот Kobожать. На Тумас dear кух�. Продолжение следует. Продолжение следует...